шалом уважаемые дамы и господа с вами раввин алекс артовский марина роща москва два торжественных великих дня есть в жизни еврейской общины день кипурим и день пурим деньги по рим переводится как день искупления пурим это жребий если мы возьмем эти слова на слух и постараемся по-другому немножко их воспринять то получится у нас есть пурим есть кипурим как пурим то есть самый великий день кипурим он как пурим и это наводит нас на мысль что пурим выше чем ем кипур как такое может быть объясняет в хасидизме нам любавический рэб что в дьем кипур когда тебе нельзя кушать пить ты понимаешь что этот день это твоя судьба и она решается сегодня тот приговор которых сходит с небес как ты себя поведешь такой приговоре будет ты не думаешь о еде ты не думаешь о питье ты весь в святости и в молитвах потому что в принципе ничего не остается этот день когда даже самые нерелигиозные евреи стараются прийти в синагогу стараются этот день исполнить теперь давайте возьмем пурим день когда столы накрыты когда делают лыхаем когда музыка и вино льются вместе и тут мы видим задачу она очень тяжелая именно вот среди этих всех явств среди этих всех шумных криков песен и танцев ты должен вспомнить о боге и вот в жизни есть та же самая аналогия когда мы просто живем когда наши будние дни напоминает нам что нужно жить и служить богу в будни на работе во время учебы в супружеской жизни воспитание детей конечно легче служить богу в синагоге есть шаббат когда есть определенные церемонии религиозной но задача служить всевышнему эта задача очень сложная именно в будни в серые тоскливые автоматически тянущиеся будни вот именно там нужно увидеть всевышнего если мы копнем еще глубже в психологию человека когда у нас начинается депрессняка когда начинается хандра все идет вот так вот постоянно и так далее человеку нужно как-то вот сюда взбудоражить какие-то перемены когда есть рутина согласитесь именно в этот момент очень сложно служить всевышним и можно взять пример именно с пулем когда в пулем вы должны служить богу не забывать о нем среди этих столов и чокающихся бокалов тогда нужно знать что есть всевышний и поэтому в чем-то йом кипур или кипурим он почти как пулем пулем это очень высокий кстати тоже очень судьбоносный момент когда жребий решает кому или кому шалом шалом